Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему, которая волнует умы миллионов, если бы не сказать больше. Федя, вот, например, твой ум. Волнует эта тема? По пенсии, да? Ну, и в частности. Очень волнует. Это нормально. Я бы даже так иначе посмотрел на эти вещи. Мы сегодня будем говорить о судьбоносных каких-то моментах. Потому что тема звучит так. Какова судьба накопительной пенсии? Мы с вами сегодня как оракулы. В роли оракулов сегодня. Я представляю. Сегодня в студии Федор Наумов, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Добрый вечер, Федя. Здрасте. И Александр Львов, заместитель исполнительного директора НПФ ВТБ, пенсионный фонд. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, друзья мои. На всякий случай я напомню. Телефон в студии 6510-996. Код Москвы 495. Далее. Finam.fm. Сайт радиостанции. Значит, там можно задать вопрос свой. Я его увижу. И еще раз я напомню. Теперь есть возможность посмотреть на то, что происходит в студии. И задать вопрос, используя этот ресурс. Это финам.ру. Раздел «Вебинары» и «Видеотрансляция» идет в нашем мероприятии в прямом эфире. Ну что ж. Значит, давайте тогда начнем традиционно. Я нарисую картину маслом. Посмотрим, что происходит сейчас на финансовых рынках. На финансовых рынках. Сегодня понедельник. Хороший день, кстати, да? Достаточно такой веселый. После пятничного выноса серьезного. Интрига основная сегодня, я напомню. Сегодня опять собираются ребята из Еврогруппы на уровне министра финансов. Они все пытаются решить. Дать Греции денег, не дать Греции денег. Пока мы еще в ожидании этого решения. Хотя уже пошли слухи о том, что сегодня опять о ничем не договорятся. И на 3 декабря все это дело делегируют. Ну что ж, посмотрим. В конце концов, интрига. Она так заставляет держаться в тонусе. Итак, в 18.06 в Москве. Смотрим, что происходит у нас на рынке. Что происходит на рынке. Индекс РТС сегодня чуть ниже пятничного закрытия. Минус 2 процента он теряет. ММВБ минус 0,5 процента. Ну, вяло-вяло так все это выглядит. Сырьевые рынки Форекс. Нефть марки Брент выше 111 за бочку. Золото, да, после пятничного же рывка. Держится пока уверенно в районе 1750 за унцию. Ну, и евро-доллар хорошо сходил и в пятницу. И, так сказать, особенно не собирается скорректироваться. 1,2967 текущая котировка. В общем, нацелен, я так понимаю, в зависимости от того, что там решат по Греции. Нацелен он на сентябрьский максимум, я так думаю. 31,5 куда-нибудь туда сходить. И основной набор голубых фишек сегодня торгуются в основном в красной зоне. И, 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 и. Давайте на лидеров я посмотрю. Собственно, можно сказать о том, что в лидерах падения компании, которые показали больший прирост у нас, да, в пятницу, как раз в четверг-пятницу, это энергетика в основном, понятно, да, там фиксация, видимо, пошла. Значит, АвтоВАЗ, Аэрофлот по проценту теряют сегодня, МТС полтора процента теряет. Вот, ну и все, все остальное так. Вяло-вяло. Вот такая вот история. Сегодня в понедельник, начало новой недели. И, значит, мы с вами в ожидании дальнейших событий. Хорошо, значит, начинаем разговор. Давайте начнем, прокомментируя нашу сегодняшнюю тему, поговорим о судьбе накопительной пенсии. Ну и я, собственно, хотел бы начать с того, чтобы, Федор, давай тебе и адресую этот вопрос. О чем речь-то, собственно? Ну, прежде чем, соответственно, о том, как правительству поступить с, ну, достаточно ощутимой цифрой по дефициту пенсионного фонда Российской Федерации, да. Вот, есть несколько сценариев работы с этим дефицитом. Вот, самый простой с точки зрения политики, ну, и самый болезненный для рынка капитала и определенной индустрии, да, управления активами на этом рынке и не государственных пенсионных фондов, то это вопрос отмены или не отмены пенсионных накоплений. Ну, в текущем виде, в общем-то... То есть суть вот этой пенсионной реформы, да, о которой мы долгое время говорим, она в этом, по сути? Ну, суть в том, что есть дефицит, да, и этот дефицит будет со временем ухудшаться, вот, потому что сейчас ситуация плохая с дефицитом, он большой, потому что в России очень... Не так уж и много людей пожилого возраста, пенсионного, да, соответственно, но при этом очень много пенсионеров и очень мало работников с белой зарплатой. Со временем ситуация усугубится еще и тем, что пенсионеров, людей в пенсионном возрасте будет становиться все больше и больше и больше, а количество людей в рабочем возрасте будет сокращаться. То есть сейчас беда просто, грубо говоря, институциональная, что слишком много людей имеет основания выйти на пенсию раньше срока, вот, и при этом очень много людей в экономике, ну, так сложилось, даже, наверное, можно сказать, что исторически не получают белой зарплаты. Вот, в будущем это будет усугубляться еще и демографическим процессом, в котором, соответственно, люди будут стареть, и все больше людей будет оказываться за пенсионным возрастом, и все меньше людей будет, которые теоретически могут иметь белую зарплату и работать. Вот, поэтому, в общем-то, дефицит всех, он беспокоит, есть много путей, каким образом его можно сокращать, да, самый радикальный это повышение пенсионного возраста, он сразу как бы баланс исправляет, да, то есть он сдвигает, сокращает количество пенсионеров и увеличивает количество работающих, ну, скажем так, даже не столько работающих, сколько тех, кто пенсию не получает, да. Вот, соответственно, на эту меру идти не хотят, потому что, в общем-то, это болезненный политический вопрос, да, это решение маскируют, обсуждается пенсионная формула, в которой, соответственно, будет введено понятие минимального стажа, скажем, он, во-первых, изначально говорили даже про цифру 40 лет, да, сейчас говорят про цифру вроде как 35 лет, достаточно большие цифры, это эффективно означает повышение пенсионного возраста. Вот, обсуждаются другие варианты, соответственно, введение дополнительных сборов на работодателей, у которых есть работники, работающие на вредных производствах, вот, да, сейчас они имеют возможность выйти на пенсию раньше срока, считается, что вроде как вся страна не должна финансировать особенности труда в ряде предприятий, поэтому нужно нагрузку на эти предприятия приложить. Но это тоже непросто сделать, потому что, понимаете, что речь идет о шахтерах, да, как они, известно, имеют репутацию людей, которые готовы пойти в Москву, да. Резки, да, стучат классные. Ну, это третий обсуждаемый ход, это, соответственно, такая операция межвременного взаимодействия поколений, да, сделать следующее. Сейчас для тех, кто родился после 67-го года, большая часть взноса, именно 6%, отправляется в накопительную часть. Если эту часть, если эти 6% не направлять накопительную часть, а отправлять в распределительную, то это сразу бухгалтерски сократит текущий дефицит пенсионного фонда. Вот было принято решение, что те, у кого есть накопительная часть, те, кто находится в вебе, у них будет возможность выбрать, как они хотят. 6% отправлять накопительную, ну или только 2 отправлять накопительную. Предоставят выбор все же, да? А тем, кто в НПФах, разрешают делать, получать, ну или делать 6% износ в накопление. Ну, в общем-то, наверное, это хорошее развитие событий, я так думаю, что там вопрос еще подробностей, как это все будет на самом деле работать и устроен, как будет переход устроен, например, из государственной части в частную накопительную. Вот, будем ждать. Будем ждать. Ну, ждать мы не будем, по крайней мере, мы сможем ждать. Саша сейчас расскажет нам, он непосредственно работает в НПФ, одним из, ну, если можно, да, собственно, в чем смысл этой реформы, еще раз, да, то, что сказал Федор. Ну, я перейду к фактам. Федор верно заметил, что главным побудительным причинам было увеличение межбюджетных трансфертов из Министерства финансов, Минсионного фонда Российской Федерации. В свою очередь, эти трансферты в увеличениях с 2007 года произошло и вызвано было тем, что резко стали увеличивать размер страховой части трудовой пенсии по политическим причинам и выходили за рамки федерального закона о трудовых пенсиях. Закон предполагал и предполагает до сих пор, что пенсии возможно индексировать лишь на индекс роста доходов Пенсионного фонда России. Иначе говоря, не быстрее, чем растет фонд оплаты в стране, поскольку тариф страховых взносов напрямую взыскивается с фонда оплаты труда. И если бы рост трудовых пенсий, индексация, то есть происходила в соответствии с законом, то и роста трансфертов не возникало бы. Но тогда бы размер пенсии был существенно ниже, грубо говоря, не 10 тысяч рублей, а, например, 7 тысяч рублей. Цена вопроса была такова, поскольку обещание было дано президентам в 2007 году о том, что коэффициент замещения, то есть размер средней пенсии, а к размеру средней заработной оплаты в стране составит 40%, не менее 40%, то и стали тянуть эту величину. Естественно, доходов Пенсионного фонда России стало не хватать, потому что не рост фонд оплаты труда так сильно. Значит, стали поднимать доходы из иных источников, конечно, нефть, газ, прочее. Соответственно, пока рынок... Извини, Заш, был разговор, я не знаю, чем он закончился, формировался какой-то специфик. Это специальный фонд, или мысль просто такая была, из которого он будет формироваться за счет доходов, ну, нефтянки прежде всего. Фонд будущих поколений, резервный фонд. О, да, если вдруг, я так понимаю, в пенсионном не хватает денег, то оттуда он заполняется. Так и происходило. Однако сейчас, как вы понимаете, возник закономерное опасение очень сильное в РСПП, по крайней мере, и в правительстве соответственно, о том, что разработка сланцевых месторождений, как нефти и газа, вызовет сокращение контрактов, либо сокращение платежей по контрактам. Спасибо, мы продолжим этот разговор после новостей на Финам-ФМ. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам-ФМ сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем судьбу накопительной пенсии, да, происходят некие изменения, реформа пенсионная рулит. Вот, что это за изменения, ну и как вот один из сегодняшних гостей, Александр Львов, за эфиром заметил, что все будет хорошо. Ну, все действительно делается для того, чтобы все было лучше и лучше. Я еще раз представлю сегодняшних гостей, это Федор Наумов, начальник экономического отдела, управленджающий компанией капитал, и Александр Львов, заместитель исполнительного директа НПФ, ЭТБ, Пенсионный фонд. Саш, ну, если можно, продолжай, пожалуйста. Ну да, я до перерыва говорил о том, от чего, точнее уточнял, от чего возникло увеличение трансфертов межбюджетных в сторону Пенсионного фонда России. На сегодняшний день это порядка двух триллионов рублей, ежегодно я имею в виду, и разумеется, эта ситуация не может никого устраивать. Вместе с тем, размер пенсионных накоплений тоже достиг этой критичной массы. Общий размер тех накоплений, пенсионных, которые лежат на наших с вами пенсионных счетах, являются деньгами живыми, наследуемыми, и все вы можете видеть их величину либо в письме, получаемом из Пенсионного фонда России, либо своего негосударственного пенсионного фонда, либо же на сайте госуслуги.ру, в зависимости от того, к чему имеете доступ. Так вот, соответственно, их величина достигла тоже двух триллионов рублей, из них полтриллиона, то есть порядка 500 миллиардов, находятся в негосударственных пенсионных фондах. Оставшаяся часть полтора триллиона лежит во Внешэкономбанке на счетах так называемых молчанов. Так вот, собственно, естественно, у Министерства труда и социальной защиты, а до него у Минздрав соцразвития, возникало желание сильнейшее этими средствами попользоваться. Несмотря на то, что вроде как они находятся на счетах граждан-людей, и с точки зрения здравого смысла, законов, гражданского кодекса и тому подобное, не стоило бы их трогать, наверное, да? Но вот все же шла очень обширная дискуссия, которая, в конце концов, нашла свое отражение в стратегии развития пенсионной отрасли, которая лежит на сайте Минтруда, если кому интересно, можете ее почитать, она открытая, документ открытая. Очень в течение сего года, 12-го, большой отклик находила в профессиональном сообществе. Могу сказать, что в правительстве раскол произошел, это не секрет, разумеется, то есть социальный блок разошелся с экономическим. Именно вот на точку зрения, да? Именно на точку зрения. Это же, понимаете, цивилизационный выбор. Если мы соглашаемся с тем, что у людей на счетах лежат накопления пенсионные, которые надо приращивать, то мы соглашаемся с тем, что мы будем брать эти деньги в долг, в проценты, и у нас будет небольшая инфляция, потому что не имеет смысла накапливать деньги при большой инфляции и тому подобное. Очевидные вещи говорить не буду. Либо второй цивилизационный выбор. Мы отказываемся от накоплений, потому что выбираем печатный станок, а будем ежегодно печатать денег ровно столько, сколько нам нужно, чтобы раздать людям. Ну, а рост цен компенсировать печатью новой бумаги. Вот, соответственно, такой нелегкий выбор стоял. И, разумеется, Минфин, Минэконом, перед которыми стоят задачи по построению МФЦ. Саша, извините, пожалуйста, а вот, ты говоришь, два лагеря были, да, это экономисты? А мне сейчас есть, да. Кто какую позицию занимает? Экономический блок, то есть Минфин и Минэкономразвитие занимают за управление, за длинные деньги, а Минтрут за короткие деньги, то есть взять все и поделить с колес. Соответственно, Минтрут в своей стратегии предлагал сделать следующее. Он предлагал переходный период 3 года, 2013, 2014, 2015 годы, в течение которых сократить обязательные отчисления на накопительные пенсии с 6% у лиц 67-го года рождения и моложе до 2%, а 4%, те, которые, собственно, секвестировали, направить на погашение вот этого недефицита, недефицита, еще раз подчеркиваю, но на погашение недостаточности средств на текущие выплаты пенсионерам. А что делать с оставшимися двумя процентами, будет видно через 3 года, так называемого страхового маневра. Как-нибудь определимся. Именно так это звучит, да? Посмотрим, что там будет дальше. Да, да, да. В стратегии, если вы ее, еще раз говорю, посмотрите, документ открыт, это именно так и сказано, что... А там третий этап будет пенсионной реформы, посмотрим. Экономический блок был против и сейчас против такого. Дело в том, что построение международного финансового центра в городе Москва предполагает одним из пунктов непременное наличие пенсионных накоплений, коих 2 триллиона, как я напоминаю. И это треть, например, ценных бумаг государством выпускаемых. И это один из столпов, третья нога табуретки нашей финансового рынка. Если эту ногу подпилить, то есть поток средств ежегодный, а это поток в этом, в 2012 году примерно 340 миллиардов денег, а в 2014-м 370. То есть вот такая вот... Математика. Да, порядок цифр такой, от 340 до 370 миллиардов ежегодно. То есть существенный поток средств, разумеется, волатильность ниже, разумеется, рынок стабильнее, разумеется, вытесняем спекулянтов международных, ну и так далее. Это то, о чем мы все время говорим, да? Где у нас длинные деньги на рынке, на фондовом? Где они? Вот они, лежат. Только распорядиться. Возьмите только и в долг, не надо забирать силой. Об одном просим. Ну вот, соответственно, все же правительство, президент склонились к тому, что действительно стоит брать в долг, а не забирать силой. А в Нового Огарева вот недавно было соответствующее совещание по этому поводу. И в пятницу, в эту, прошедшую, то есть, извините, сегодня понедельник, Госдума во втором и третьем чтении окончательным приняла законопроект с поправками в пенсионное законодательство, предполагающее, что, вот здесь прошу послушать внимательно, всех, кого это касается, а касается всех 67-го года рождения моложе, так вот, поправки предполагают, что все те люди, кто уже перевел свои накопления в негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании, а также сделает это в 2013 году, прошу запомнить, что в следующий год последний, последний, как у нас часто бывает, да, те сохранят свои 6%, то есть, в отношении этих людей, кто уже перевел свои средства в частные институты, 6% точно так же работодатели будут уплачивать на их пенсионные счета, пенсионный фонд России будет администрировать эти взносы и направлять на их счета в НПФ и в частные УК. То есть, эти деньги никто взаймы не возьмет? Нет, вот их как раз взаймы будут брать, их взаймы, но не заберут силой, почувствуйте разницу. А вот в отношении денег-молчунов такого не случится. То есть, у молчунов людей, которые доверили свои средства внешнеэкономбанку, срежут ставку с 6% до 2%, а сколько продлится с 2% их, ну, скажем так, вот это вот счастье, да, сколько будут 2% за них перечислять, пока никто сказать не может, поскольку законопроекты вперед смотрят на 3 года. На 3 года только. На 13, на 14, на 15 год. То есть, что будет после 15 года с этими 2% сказать нельзя. Но с большой долей вероятности им найдут лучшее применение. Например? Ну, как вариант. Например, снизить с 2 до 0. Вот и все. Это называется переход в распределительную систему. Просто поэтапный переход. Людям сначала, у людей забрали часть, потом оставшуюся часть. Смотрится логично, потому что люди не сделают никакого, люди не делают выбора. А вот что касается людей, сделавших сознательный выбор в пользу того или иного НПФ или той или иной УКашки частной, то с их средствами, как я уже сказал, ничего не случится. Поэтому хотелось бы в этом отношении людей успокоить. Мы все-таки профессиональное сообщество в этом смысле. И хорошо, что вместе с Минфином и с Минэкономом стояли на страже, отбивались как могли. И, слава богу, были услышаны президентом, его советниками. Не всеми, но лучше их часть. Ну, видимо, да. Наиболее прозорливыми, как минимум. Наиболее прозорливыми людьми, понимающими, что этот спор может перейти из плоскости экономической в плоскость социальной, что совершенно не нужно, так как выборы пока еще никто не отменял. Таким образом, да, людей стоит немного успокоить, немного поздравить, сделавших выбор, но и, наконец, людей, не сделавших выбор, призвать к тому, чтобы они его сделали. Поскольку лучше оставить деньги в семье. К нам недавно, вот, например, в фонд приезжали товарищи из Англии, и они весьма сильно удивлялись тому, что у нас люди не делают подобного выбора, поскольку средства-то в домохозяйстве остаются, не дай бог умирает кормилец, и те 100, 200, 300, 500 тысяч, которые находятся на его счете, наследуются правоприемниками. В то время как, если ты находишься в распределительной пенсионной системе целиком, твои средства, пардон, уже не твои, то есть твои дети, супруга не наследуют ничего. Об этом тоже надо подумать, потому что жизнь, она, как вы понимаете, несложная. Да, конечно, это существенный момент. Федор, смотри, вопрос к тебе, ну, по крайней мере, дадим Саше небольшую паузу, да, достаточно серьезно выставить. Вопрос к тебе, теперь мы с точки зрения управляющей компании рассуждаем. Ну, безусловно, для управляющей компании, понятно, что это одна из возможностей, да, появить свой профессионализм, так сказать, показать какую-то, да, высокую кривую. Ну, я вижу, ты уже знаешь, о чем, собственно, будет вопрос. Нет. Нет, не знаю. Мы, обсуждая эту тему, в конечном итоге, да, неоднократно, с точки зрения управляющей компании, выходили на то, а какие минусы сейчас, вот, в плане распоряжения, эти вещи будут каким-то образом пересматриваться? Ах, это сложная история, не менее сложная, чем предыдущая. Предыдущая, видишь, вот Саша рассказал, уже, так сказать, шаги в этом направлении делаются. Ну, везде делаются какие-то шаги, да, они где-то, где-то, шаги эти делают, знаете, как по принципу, мы сделали много-много шагов вперед, потом вдруг нам пригрозили огромным шагом назад, и с того момента мы снова сделали, из этого огромного шага назад, снова сделали шаг вперед. То есть, в принципе, прогресса, прогресса, нет, да, то есть мы просто отбили угрозу. Вот, что касается того, как эти деньги управляются, да, это, наверное, уже всем известная история, это очень специфические со всех точек зрения деньги. Во-первых, они фактически не являются длинными. То есть, это некая история, которая бы нам бы всех хотела, чтобы оно было так, да, потому что сейчас в том виде, в каком регулировании этого процесса устроено, деньги фактически длинными не являются. Они длинные вроде как по экономической сути, ну, я ради, там, скажем, 67-го года рождения, да, на пенсию я выйду сколько? Через 40 лет, допустим, да? То есть, казалось бы... Вот, 40 лет пользуетесь, да, моими деньгами. В 2020 году начнутся более-менее массовые выходы на пенсию, да? То есть, казалось бы, до этого времени очень много лет. Федор, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш сегодняшний разговор. Напомню, для тех, кто присоединяется к нам сейчас, только в эфир, мы сегодня в основном говорим, да, в основном, прежде всего, о судьбе накопительной пенсии, о том, как идет реформа пенсионной системы, вот есть какие-то шаги, шаги в правильном направлении, как говорят мои сегодняшние гости. Ну, и коснулись мы, перед тем, как уйти на новости, коснулись тоже достаточно часто обсуждаемые проблемы, связанные с тем, что управляющие компании не могут показать нормальные результаты, не могут показать доходность, да, вроде бы деньги длинные, а на самом деле есть проблемы, структурные проблемы, Федор. Ну, собственно, действительно, структурная проблема с тем, что они, по сути, экономически длинные, то есть люди на пенсию уходят не скоро, первые выходы массовые в 2020 году, да, то есть, соответственно, у вас нет оттока денежных средств, у вас есть только притоки из того, что... Вступает, да, да. Все больше и больше, ну, соответственно, взносы же каждый год происходят, даже чаще сейчас, в каждый квартал деньги приходят из, соответственно, ну, условно, из фонда оплаты труда. Вот, поэтому экономические, по сути, они длинные, но в силу особенностей регулирования, вот, они являются деньгами срочностью до конца года. То есть, вот сегодня, да, в конце ноября срочность этих денег месяц небольшая. Месяц остался месяц. Мне нужно показать доходность, да. Потому что на конец периода нужно обязательно показать, соответственно, стоимость активов под управлением не меньше, чем они были на начало периода с учетом взносов, да. Ну, соответственно, в такой ситуации вы волей-неволей, если не хотите, из собственного капитала в той или иной форме этот пробел между стоимостью активов на начало и на конец закрывать, конечно, будете инвестировать очень консервативно. И поэтому классическая, наверное, ну, какая-то средняя по рынку инвестиционная декларация выглядит сейчас 90-95%. Это фиксированный доход, и 5-10% это акции, да. Притом, фиксированный доход это... Ну, у всех по-разному, у каждого свой подход. Ну, давайте условно скажем, что 50 на 50 депозиты, облигации. Вот, естественно, все это в рублях. Депозиты могут быть, там, и 2, и 3 года, потому что чисто в силу их устройства, да, у них нет переоценки, как бы, да. То есть минус они не могут закрыться. Ну, то есть на конец года все равно это покажешь доходы. Да, все равно ты покажешь, что сколько у тебя там набежало грубо накопленных процентов, вот. А облигации, как правило, тоже не очень длинные, то есть вы не можете пойти, скажем, и купить, там, 10-летнюю ФЗ на какую-то ощутимую часть портфеля, потому что если ставки, скажем, вырастут, там, на 2%, да, дюрация 10-летнего ФЗ, скажем, 7, да, вы получите, сколько, 2 на 7, получите огромный минус по телу, да, и вы, соответственно, этого позволить себе не можете, поэтому даже в облигациях вы стараетесь, не то, что в акционерный капитал по минимуму инвестируйте, да, вы даже в облигациях стараетесь быть в короткой дюрации, что иначе вы делаете очень агрессивную ставку на, ну, то есть вы играете в пан или пропал, да, здесь уже деньги такого масштаба, еще это деньги с неким таким государственным профилем, да, в которых вы в такую грусть позвольте играть не можете. То есть некая око все время, да, такое недремлющее... Ну, оно даже не то, что око, просто, ну, это может кончиться плохо для тех людей, кто заигрывается в эти истории, да, поэтому, соответственно, эти деньги короткие фактически, в силу их устройства, да, и пока это не будет изменено, вот, декларации у всех здравомыслящих участников этого рынка будут оставаться такими, какие они есть. Саш, ну и вот расскажи, да, о чем ты говорил за эфиром, встреча была с Дворковичем... Да, у нас регулярно, конечно, проходят эти рабочие встречи, я имею в виду не на высоких, только не только на высоких уровнях, да, недавно была встреча с Дворковичем Аркадием, с вице-премьером, с руководителями десятию крупнейших негосударственных пенсионных фондах, которые высказывали ему эти наболевшие проблемы, в числе прочего, разумеется, говорили и о проблемах с инвестированием, о которой только что осветил Федор, о том, что мы не можем, к сожалению, разбить свои пенсионные накопления на несколько инвестиционных портфелей, в зависимости от периода их востребованности, как это делается во всем мире, то есть, грубо говоря, портфель длинных денег, портфель средних денег, портфель коротких денег, это логично, да, то есть, тому, кому на пенсию через год, у него все деньги должны быть в депозитах, а тому, кому на пенсию, там, через пять лет, все деньги должны быть на депозитах и облигациях, а тому деньги кому-то, господи, а тот портфель, который будет востребован через 15 лет, я сейчас, конечно, условно говорю, на 50% или на более того, может стать из акций, есть общемировые практики, стандарты, они уже исследованы и апробированы, но учитывая, что мы не можем сейчас этого делать, как справедливо заметил Федор, из-за ежегодной переоценки, а при этой переоценке мы не можем уйти в минус, потому что закон о 75-й, не государственных пенсионных фондах, трактует о том, что мы инвестируем на принципах сохранности, и регулятор Федеральной службы финансовым рынком трактует принцип сохранности, безусловно, как принцип сохранности буквально, то есть ноль да, но минус нет, и минус мы должны закрывать из имущества для обеспечения уставной деятельности, ну а учредителей средств не бесконечное количество. Ну и потом смысл тогда в этой во всей истории, если закрывать дырки своими деньгами. Конечно, смысла нет, но нас все же слышат, в последнее время, по крайней мере, потому что президент дал указание на разработать порядок выпуска инфраструктурных облигаций, это, разумеется, длинные деньги, нельзя строить никакую дорогу, либо железную, либо простую, а с периодом окупаемости один год. В декабрю, да, опять подбиваем бабки, да, все. Да, можно за год их, извините, украсть или закопать в землю, но нельзя оценить проект здраво. Разумеется, исходя из этого прямого задания президента, будет изменена подзаконная база, и мы очень надеемся, что это позволит нам все-таки разбить единственный портфель пенсионных накоплений на несколько портфелей в зависимости от периода их востребованности нашими будущими пенсионерами, и, соответственно, доходность тогда будет совершенно отличная, то есть, что мы имеем сейчас. Что мы вынуждены показывать, да? Что мы вынуждены показывать, вот Федор говорил о том, что там 5% в акциях, я за себя могу сказать, что мы вообще в акциях не сидим. Ну, это действительно многие так делают, я сказал в среднем, да, у кого-то 10, у кого-то 0. Мы вынуждены были просто для того, чтобы хоть как-то уметь гарантировать людям хоть что-то, уйти целиком в облигации, депозиты, и это, конечно, нехорошо. Это ужасно. А поскольку рубит наш фондовый рынок, а не чьи-то чужие рынки. Ну, правда, тут надо справедливость сразу заметить, что сейчас уж больно хорошие еще и ставки по депозитам у банков в силу каких-то определенных инфраструктурных и экономических, макроэкономических обстоятельств банки даже очень крепкие, в СБР и ВТБ очень хорошие ставки показывают. То есть в этом случае можно говорить о том, что если бы все-таки альтернатива была у нас, да, и фондовый рынок, длинные деньги работали, там, средние, длинные деньги, еще и банковские депозиты такие были, то смотрели бы на эти варианты. Ну, если бы, соответственно, была возможность ходить в более длинные истории, гарантированно бы ходили, кто же в этом сомневается. Но тут есть еще другие моменты, особенности, соответственно, вознаграждений в пользу НПФов и в пользу УК в этой индустрии. Дело в чем, что во всем мире существует два подхода к тому, как вы можете взять вознаграждение за управление деньгами. Либо участие в... Это доля от активов, от средней стоимости активов за период, например, да, или доля от заработанного инвестиционного дохода на эти активы, опять же, за период. Ну, то есть, вот известная формула, там, хедж-фондов, которая, там, действовала много лет, да, сейчас, наверное, она как-то по-другому выглядит, но это 2,20 всегда было 2% от активов, 20% от дохода, да. Или как в ПИФах российских, да, там, 2, 3, 4% может быть от активов вознаграждения. В НПФ и УК это устроено следующим образом. НПФ могут взять максимум 15% от дохода, не от активов. Соответственно, мы, как УК, можем взять максимум 10% от дохода. Ну, а дальше, как кто пропишет, кто как договорится. Вот, соответственно, если вы, например, заинвестировали в долгую, да, соответственно, например, купили ОФЗ очень длинные, под хорошую доходность, ну, например, под 10%, да, 30-летний, скажем, ОФЗ, так, фантастическая история, да, и вдруг ставки в этом году выросли, и у вас минус 5%. Вроде как, если вы измените правило, соответственно, того, что вы не гарантируете результат на конец года, то к вам вроде как не придут, свой капитал докладывать не надо, но только весь этот год вы зарплату своему сотруднику платить не будете, потому что у вас нет дохода, да, либо вы должны будете его как-то искусственно рисовать, вот, что, наверное, некрасиво, да. Поэтому здесь есть еще и второй вот этот момент, видимо, должно как-то, должна как-то измениться структура вознаграждения, чтобы у, теперь уже у УК и НПФ, как у хозяйящихся субъектов, да, появилась мотивация так поступать. То есть сейчас есть и ограничения, и отсутствие мотивации. Если снять ограничения, но хоть как-то не изменить мотивацию в лучшую сторону, то мы не будем ограничены, но и, соответственно, и замотивированы тоже не будем. Очень забавно, конечно. Вообще непонятно, да, зачем этим заниматься тогда. Обсуждался тоже, Саша, эта тема? На самом деле я могу дополнить только тем, точнее не только, многим, но в этой беседе. Сейчас еще два законопроекта находятся на рассмотрении в Минфине. Законопроекты финансовых институтов для привлечения средств в пенсионах, а в Минтруде законопроекты о корпоративных пенсионных системах, поскольку стратегия развития пенсионного толстя предполагает построение трехуровневой системы. Первый уровень — это вот трудовые пенсии, государственные — это. Второй уровень — это как раз корпоративные пенсии, а третий уровень — частные накопления. Так вот, соответственно, корпоративный уровень, мы его очень бурно обсуждали на рабочей группе в Минфине, вместе, кстати, с управляющими, и с актуариями, и с кем мы только там не обсуждали, и договорились таки все-таки до параметров этого закона. Он предполагает, что пенсионные деньги, которые будут привлечены по корпоративным пенсионным программам, это такая будет добровольно-принудительная история для работодателей. Уйти от нее будет нельзя, но участвовать в ней не сильно больно, вот так скажем. Так вот, деньги, привлекаемые по этим программам, вознаграждение будет с них взиматься следующим образом. До определенной величины стоимости пенсионной программы в размере от стоимости чистых активов, там порядка 1%, ну а если стоимость пенсионной программы, то есть размер взносов, уплачиваемых в этой программе, превышает эту стоимость, условно могу сказать полтора миллиарда рублей, то тогда уже размер будет считаться вознаграждение от дохода, что логично, разумеется, потому что на определенном этапе пенсионная программа перестает расти. Она растет не бесконечно, она фондируется, а затем перестает. Поэтому Минфин слышит в этом смысле нас, а почему сейчас они от конечного результата разрешают нам брать, тоже понятно, то есть поскольку они сознательно идут на ежегодное фиксирование доходности, они нас подталкивают к тому, чтобы доходность была, чтобы мы вынуждены были искать пути. Абсолютно. Такие провокаторы, ребят, хотите зарабатывать, шевелитесь, шевелитесь, ноу-хауники. Это компромисс, я бы сказал, в их собственном сознании. Мы все понимаем, что длинные деньги нужны, мы все понимаем, что надо вкладываться, но мы очень боимся, что эти деньги пропадут, что на этапе, допустим, накопления лет в 20, откуда же я знаю, что у тебя будет в инвестпортфеле через 15 лет, вдруг там и сидит. По этой причине, давай-ка лучше, ты получишь меньшую доходность, но я ежегодно буду к тебе в портфель заглядывать. Ну и еще здесь нужно добавить, чтобы существовал, как бы этот рынок, он государством создан, потому что это обязательный взнос, который каждый гражданин делает из зарплаты, поэтому здесь действительно мы вынуждены с очень большим количеством правил мириться, потому что этот рынок создан волей государства. То есть если бы мы жили в современной Америке, где преобладают добровольные программы, где как-то в психологии человека записано, что я должен сделать взнос себе на пенсию, то была бы другая история. Мы могли бы как-то взаимодействовать на равных. Мы оказываем услугу, люди услугу покупают. Здесь получается, что государство этот рынок создает, поэтому, конечно, всегда за ними будет ключевое слово в этой истории. Реаритеты какие-то. Вопрос, наверное, не очень, ну не то чтобы корректный, не очень актуальный, но тем не менее, вот в сознании американца вот такая вот история с молоком матери, а в сознании россиянина ее нет. Я бы вот не совсем согласился, вот низкопоглонства перед Западом у меня уж точно нет. Это нормально, да. Не, ну я тоже не хотел как-то очень жестко говорить. Из всех стран УЭСР, то есть Организации Экономического Сотрудничества и Развития, коих, по-моему, 34, если не ошибаюсь, в 14 странах наличествует обязательная накопительная пенсионная система. А это такие страны, как Израиль, например, Швейцария, Австралия, Словакия, Швеция, Дания и многие другие, да. Казалось бы, страны с давней историей, но тем не менее, и с развитой менталитетом в части накопления, но они пестуют именно обязательной накопительной системой. Спасибо, мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш разговор. В эфире Финам-ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о судьбе накопительной части пенсии, ну и обсуждаем эту тему с разных точек зрения. Вот одна из них, как раз мы ушли на новости, Саша начал рассказывать, отронули такую ментальную составляющую, да, почему вот там так принято, а здесь так не принято, и почему там так выглядит это, а здесь иначе. И на самом деле не так все плохо, да, потому что вот это вот... Нет, не так все плохо, да, извините, что перебиваю. Более того, летом у нас в июне вышел доклад, или в июле, по-моему, в июле все-таки вышел доклад ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, эксперты, которые приезжали к нам для оценки пенсионной системы в России, высказали осторожный оптимизм. Они высказали, что наша система сбалансирована, что построена она грамотно, в том смысле, что она комбинирована, в том смысле, что она предполагает три уровня пенсионной защиты человека, то есть обязательно уровень, что бы с тобой не случилось и сколько бы ты лет не отработал, ты получишь какой-то размер пенсии от государства. То есть некая гарантия все равно есть, да? Конечно, да. Затем пенсионные накопления, то есть те деньги, о которых мы сейчас говорим, 6-2 процента, переводить, не переводить, то есть этот уровень. И третий, наконец, это добровольный уровень, то есть негосударственное пенсионное обеспечение, в программах которых участвует 7 миллионов человек, между прочим, что тоже немало, и полтора миллиона из них уже получают пенсии, негосударственные. Согласитесь, это тоже, кстати, существенные деньги. И, кстати говоря, размер добровольно привлеченных средств на рынке негосударственного именно пенсионного обеспечения, то есть не имеющего отношения к обязательному пенсионному страхованию, к этим 6 процентам, составляет те же самые 2 триллиона рублей. То есть у нас совокупный объем пенсионных накоплений живых денег в системе 2 плюс 2. 2 это негосударственное пенсионное обеспечение и 2 пенсионное накопление обязательное, того 4 триллиона. Вообще-то существенные деньги. По-моему, там все-таки в резервах-то нет 2 триллионов. В резервах есть. Там, по-моему, 700 миллиардов или что-то в этом роде. Там совсем цифра сравнимая с накоплениями частными сейчас. С накоплениями в НПФах. Там небольшая цифра. Там нет точно 2 триллиона. Там поменьше. Не, но мы можем открыть. Это не проблема. Информация открытая. То есть на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам любой может зайти, взять отчет, основные результаты деятельности фондов и посмотреть цифры с любой стороны. Я имею в виду и по пенсионным резервам, и по пенсионным накоплениям. На текущий год суммы, по крайней мере, по моим данным, сравнялись. А посмотрите, там 7 миллионов человек, если всего 2 триллиона активов, то это очень-очень богатые люди. Эти 7 миллионов. Да я бы не сказал, что это много. Дело в том, что большая часть, конечно, в этих резервах входит в состав имущества. Вот еще такой нюанс. Разумеется, у нас пенсионные фонды разные. Есть газфонд, например. А есть благосостояние. У них большой размер имущества для обеспечения уставной деятельности. Но поскольку все это считается в совокупности, то 2 триллиона имеет место быть. А информация открытая, то есть на самом деле мы достаточно прозрачные структуры. На сайте регулятора нашего Федерального службы по финансовым рынкам любой из слушателей может зайти и проверить информацию как по каждому фонду в отдельности, так и по рынку в целом. Я понял. Давайте, у меня есть вопросы. Давайте попробуем на них поотвечать. Значит, первый вопрос такой. Услышал вроде про стаж в 35 лет. А если этого стажа не будет, то и пенсии не будет никакой. Или будут какие-то другие минимальные по региону выплаты? Вот такой вопрос. Ну, я позволю себе ответить. Нет. Вне зависимости от того, какой бы у вас ни был стаж, даже если его не будет совсем, например, это касается женщин, домохозяек, которые находились с маленькими детьми, и по ныне действующему законодательству, и по будущему они не могут быть лишены пенсии абсолютно. Они будут получать социальную, так называемую, пенсию. Другой вопрос, что размер социальной пенсии, конечно, не обязательно будет привязан к ни к чему заработку, потому что у нее заработка не было. Или же, например, это касается разного рода военных, там, прокуратуры и прочих людей, которые получают пенсии по своим, по иным законам, не относящимся к закону трудовых пенсий. У них, кстати, у всех тоже выслуга совершенно не 35 лет. Вдруг вопрос звучал от слушателя. Который, да, служит или служил. а так это я напомню, у нас больше 10 миллионов людей, а госслужащих и под погонами, то есть это большая часть здесь способного населения. Опять мы говорим, да, что Федор рассказывал, для тех, кто в условиях раннего сервера трудится, да, или на вредном производстве, то есть получается все время у нас есть группа людей, которые вот эксклюзивные какие-то, да, эксклюзивные отношения. Их много разных. Их много разных, да. Нет, нет. Могу ответить, что у нас около 35-40% ежегодно выходящих людей на пенсию и выходят на пенсию раньше общеустановленного срока. Именно по той причине, что это врачи, учителя, вредные профессии, первый, второй список профессий вредных очень пухлые, очень пухлые списки. Либо это жители Севера, которые на 5 лет раньше имеют право выходить и так далее. То есть таких людей 35-40% ежегодно. Это очень большой объем средств. Именно поэтому сейчас законы проекта профессионалов, точнее, о поправке пенсионного законодательства вносится, чтобы дополнительно 6-8% заложить взносов на вот как раз первый, второй список с вредными специальностями. То есть дополнительную нагрузку на работодателей возложить, которые аттестуют данные рабочие места и за счет этих дополнительных поступлений производить выплаты текущим, ныне живущим пенсионерам. Кстати, вот подобные выплаты, подобные взаимоотношения за рубежом приняты? Есть они где-то, кроме как в России? Такие специфические вредные производства? Нет, более ранний выход на пенсию есть. Например, в северных районах Японии, как ни странно, вот те, к людям, кто проживает на Хоккайдо, по вредным специальностям не к территориям привязка идет, как у нас РКС, МКС, районы Крайнего Севера и приравнены к ней местности, а вот именно к вредным специальностям есть, есть такое, то есть даже в Китае, кстати, хоть и говорят все, что в Китае нет пенсии, это не совсем так и далеко не так, я вам хочу отметить, да, то есть у них для, ну, не буду уходить в сторону Китая, бог с ними, ну, в общем, так или иначе, есть, в мире это общепринятая практика, это достижение косвенно советской власти, страшилка такая была, и социальная направленность возникла, конечно, то есть пенсионные системы предполагают, что люди, работающие с металлами, жидкими, с вредными химическими производствами, выходят на пенсию раньше, другой вопрос, что средства у них формируются за счет корпораций, это корпоративные пенсионные системы, как правило, что, кстати, заложено в стандартах МСФО, то есть там пенсионные фонды могут быть как внешние, подобно нашим негосударственным пенсионным фондам или же страховым компаниям, так и внутренние, то есть и корпорации внутри себя могут создавать пенсионные фонды, формируя пенсионные счета сотрудников и внутри себя без лишних административных издержек эти пенсии накапливают. Ну, и, с другой стороны, это логично, правильно? Если человек работает на тебя, ты констатируешь, что это вредное производство, значит, ты... Да, конечно, логично, разумеется, риски ты должен закладывать сам. Если ты не можешь обеспечить ему безопасные условия труда, значит, у тебя два выхода. Либо ты ему их обеспечишь все-таки, либо ты его застрахуешь. Это логично. Согласен. Еще один вопрос. Значит, уменьшили, да, накопительную часть 6 до 2%, но вот в рамках пенсионной реформы будут отказываться от 5 лет трудового стажа, которые необходимы для получения этой самой минимальной пенсии. Уменьшили, еще раз подчеркну, только для молчанов, то есть для тех людей, кто не выбрал НПФ либо управляющую компанию, да. Вот если о них и говорить. Говорим о всех. Вот 5 лет касается всех. А сейчас в законе в 73-м трудовых пенсиях минимальный период страхового стажа 5 лет. Если ты имеешь 5 лет, ты имеешь право на трудовую пенсию. Из-за этой коллизии, кстати, Конституционный суд принял решение еще в 2007-м, по-моему, году, что и военные пенсионеры тоже имеют право на трудовую пенсию, если у них есть 5 лет. Из-за этого Пенсионный фонд России вынужден выплачивать вторую пенсию, например, военным. То есть он получает в ведомстве в своем, да, и еще... А по достижению 60 лет, говорит, вы знаете, друзья, я вот еще 5 или 6 или 7 лет отработал на гражданской работе охранником в магазине, например, или неважно кем. После того, как он дембельнулся, что называется, пошел в запас, и пошел работать. 15 лет выслуги у него было, например, военные, он 45 лет вышел, он же пошел работать. Конечно. Неважно, кем он работал, но он 5, 6, 7, 8 лет отработал, и получается коллизия. По достижению 60 лет он получает еще вторую трудовую пенсию. А поскольку людей у нас таких много, то возникают гигантские, большие... Дыры. Выплаты. Конечно. И по этой причине вот, собственно, и принимается решение о том, чтобы 5 лет поправить до 35 лет. То есть именно формулировка должна быть, да, до 35 лет, то есть у тебя есть стаж 35 лет, и соответственно... Да, да. Минимальный период для получения именно трудовой пенсии будет подвинут с 5 лет... Вот не знаю точно, до скольки, никто пока не знает. До 30, 35, 40 лет. Бог весь. Но существенно выше именно за тем, чтобы отсечь все эти категории лиц, чтобы перевести их, да, либо на свои ведомственные пенсии, либо на социальные пенсии. Существенно ниже трудовых. Я понял. Хорошо. Ну, как бы то ни было, время, к сожалению, у нас не резиновое, да, и оно заканчивается, поэтому мы будем подводить итоги. Ну, прежде всего, я давайте сделаю анонс, чтобы к этому уже не возвращаться. Значит, сразу после выпуска новостей, после нашего эфира, в гостях у реального времени лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Подключайтесь к разговору. Значит, возвращаюсь я к нашей теме. Я представляю еще раз моих сегодняшних гостей. Это Федор Наумов, начальник аналитического отдела управляющей компанией Капитал. И это Александр Львов, заместитель исполнительного директора Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд. Ну, и речь шла сегодня о том, что волнует, естественно, все, практически, население России, да, это пенсионная реформа. И, в частности, мы говорили, куда же пойдет накопительный... Куда же катимся. Куда катимся. Ну, катимся мы, как выяснилось. Вот и Саше еще раз, да, я сейчас попрошу вас пару слов сказать еще. Ну, Саша, тем не менее, так оптимистично об этом сказал, что мы идем в правильном направлении. Видимо, просто надо просто более активно туда двигаться. Мы все-таки идем путем компромисса. И это хорошо, что радикализма в этих вещах не наблюдается пока. Но сделать нужно еще миллион маленьких шажков. в правильном направлении. И здесь надо подчеркнуть, что миллион маленьких вперед, и потом не компенсировать. Лучше без назад вообще. Спасибо огромное. Это был Сухой Остаток. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания.